земля цвета вернет во тьму про ольгу и не про наталью так контакте корневая тут дело очень о чем когда начинаешь приглядываться да они не всегда бывают корневые то еще надо разбираться какие корневые но то что вы написали вот это это очень здорово вот и все-таки это редкость и доходить до того чтобы крылью от водки груш используется как по двое сожалению увы к сожалению а вот яблони в отводке миллионы в лесах они мне когда-то спасли от голда от нищеты сад сожгли тут же накопал 400 штук привел все 400 практически пошли в рост по 500 рублей продал вот и нищета умножьте 400 на 500 так еще вопрос такой вы не рекомендуете использовать верхушки сельхо для прививки типа низкокачественные плоды будут да а можно ли использовать семенадцать таких плодов для будущих подвоев или они не качества я этого не знаю дело в том что здесь факторов несколько самое главное что касается то о чем мы спорим в камень предплавения если и такими гибриды или нет это то что я пришел мнению вот я все скажу за столблю и так не хотел об этом говорить зачем было меня тратить варианты смотрите когда мы видим нечто необычное так значит им придумано много название я сейчас немножко поприкалуюсь ольга это все знает почковые пачка почковые вариации ментор споровые скобках спортивные химеры гибридизация сеянцевые гибридизация которая не существует вегетативное мутации атовизм атовизм это значит что это есть ответ на любой вопрос так который влияет на все на результаты и слова атовизм она правдивая это правда вегетативные гибриды это так сказать из атовизма и появились атовизма так но при этом все что мы планируем сделать с помощью прививок верхушечные почки средние почки нижние почки я просто для говорю сюда берите нижние почки это как сказать а вы пожалуйста берите верхушечные я однажды у меня два случая уникальнейших у меня еще есть время есть мы обычно сейчас тратим на разговоры я однажды а потом еще раз я летел поезде первый раз а это была стройка с иногорском давали датчик дикий ажиотаж я вижу едет человек у которого прямо в салоне в самолете в аккуратно упакованной верхушке торчат этих самих я говорю откуда везете а я сам потом там бывал в таджикистан алюминические оттуда ехали круто в командировку кто-то постоянно и вот он вез это я какие у вас сливы он говорит вот такие вот банку не влазят у меня сразу голова хотите на колени стану хотите любые деньги поделитесь мне в вечеринок он берет демонстративно злиться это не то что вратом это и вот так вот верхушки отламывает это не отрезает там даже отламывает гордна я привил посадил я ждал вот вот этого они были размером большой ноготь их было очень-очень много я понял а на второй год погибла я понял верхушечные почки они для этого не годятся качестве по двое второй раз лечу через москву сидит явно армянин потому что я был командирок с армении внешность армянская и везет такой же почек а я же не могу я сижу в салоне через сервере до самолете дорогой что это это ссор демирчан как раз кстати был такой ссор роскошнейшая крупные вкусная с ребрами яблоки хотя потом устанавливал это по справочкам умоляю берет нож отрезать верхушку я прививаю эти демирчан вот ждал ждал на четвертый год он не дал вот такое яблочко заметьте верхушка а демирчан и я был уверен что он не мог вести туп-туп с армении а демирчан это вот грамм 300 вот вам пожалуйста примеры это больше у меня опыта верхушечных нету идем дальше добрый вечер воин костиныч какие агротехнические сроки посева совсем косик слив у елки-палки вот это вопрос каждый день сережка у вас высшее образование то высших образований за что спасибо за доверие а то они там думают москве что у нас одни эти у нас в нашей компании по полтора высших образований только два среднем так агротехнические сроки посева значит осенний срок как позже ближе к зиме вот хотя никто не отрицает что съел косточку по мичурину и сразу в землю воткнул но там есть свои сложности то есть агротехнические как можно ближе к зиме так причем схожесть не гарантирована и потому что зимы разные так влажность ухода в зиму семечек разные вот врагов хватает тогда остается сертификация поэтому уже сто раз говорили вот так и посадка прокнулась с этом самым не проклянулась в холодильнике но если уже два месяца для прикосов там слив персиков прошло можно садить а для слив там три месяца можно еще дальше ждать вот как в этом году пол европы два дня назад завалил снегом а кто его ждал то в середине то апреля но также угадать невозможно остается вариант продолжает ждать тепла земля тает на штеклопаты садим зашли спят в любом случае садить на дальше тянуть нельзя некоторые тянули до июня потому что то они не сходят а уже садить в землю поздно надо ли дренаж камней в холмик при посадке добавить и тепле грудь и корнем легче знаете да я не спорю что абрикосы не переносят ну обычно начинаем с абрикосов семечков легче переносят так любой 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 почвы а вот абрикосы нет вот они не любят глину и не любят жирную землю поэтому эту жирную землю еще и разбавляют как бы но если делать опять метр на метр на метр и добавлять туда тот же песок или камни это и тяжело и дерево это не обязательно вот и просто хорошо бы в идеале чтобы она росла на легкой почве на суглинка вот и допустим даже на суписти скорее ну что поделать когда на глине ну разбавляйте что я могу сказать потому что на глине уж точно нихрена нет будет расти но так тяжело поэтому сказать надо ли добавлять в ответ через ну ну добавляйте здравствуйте дошел домой сада месяц солнышком пошла садовая страда целый день на коленях кверху попой опой подвоем не хватило завтра хохозы сад садра все правильно а вы даже еще вот сады-то сдохли теперь годятся только на подвой черенок конделя пришел уже зеленые почками вы уже второй кто говорит что именно конделя вот а для меня конделя это новичок представьте себе хитис наружаю здесь сибири вот если вы праздник про белоснежный кондиль сколько движений нет понимаете вы рисковали вы же не стали заказывать черенки допустим в январе феврале алексей ну что делать вот не бывает идеально все говорят абрикосы имеются сердце с груши просто суши любимые или есть и другое а что еще любит абрикосы рядом абрикосы и груши любят чтобы рядом ничего не росло имеется ввиду другие виды потому что процессе роста а обязательно какой-то другой начинает давить один из них у меня таких фотографий тоже много растет себе растет второй начинает отклоняться в бок потому что тот чуть-чуть к солнцу ближе а этот критика к солнцу ближе тут уж неважно солнце суши любила или не суши любила главное это солнце а солнце всегда вот допустим с утра один другого затеняет а весь другой первый затеняет поэтому расстояние выдержать надо так чтобы солнце охотовало дерево круги все время почему мы это не выдержим даже не сергей потому что на земле пока растет допустим вот два-три-пять а тут растет в трех метрах и не мешает друг другу а я еще не даю расти черенки раз-раз-раз из того раз-раз-раз уже восемь лет они еще не мешают а теперь не резал черенки они уже давно начали давить поэтому я вот это то что я с ним беру черенки это какой-то степени сдерживает их рост а значит еще какие-то годы и даже десятилетия они как бы находятся в соседстве но есть второе ведь если от разновидовое то ничего хорошего нет а вот если отновидовое абрикос абрикосы поближе будут сумасшедшие урожаи а если абрикос груши все одновременно это будет они не пыляют друг друга так в реках через вашу брошюру что вы отправили все руками просто здорово просто здорово да ух ты это не взормизано это здорово конечно другое дело что 12000 лежат мой призыв хотя бы по десятку купите помогите мне это выйти из задницы это не деньги потратил вот я сколько потратил вы не поверите 12 тысяч этих лежит другое дело что это помощи от кого нет взял 500 рублей отдал пару сотен на пересылку десятерым подарки готовы садоводами не надо им эти как у меня десяток подтяжек десяток ремней вот в этих самых маяк которые никогда не ношу шортов которые надо в жизни не делал вот это называют подарки подарил еще секс долг выпал в брошюру подарите за брошюру целый опыт целого сада целого садоводства добра времени суток лиза читали же не припоминаю я знаю что вы такой не практикуете но как считаете более 40 сортов на этом дереве испортят вкусовые качества да дело не в том что используют не испортят они особенно явно не грушу в точке не спортом каждый будет сама по себе они не так влияет семечков не влияет так другое дело что они испортят дерево в целом они просто теряет морозостойкость теряет анастонность инвалидом морозостойкости нет иммунитета нет а вот прыска и все осталось все же скорее эти же деревья вкусовые качества да не вкусовые качества используют а то же они отравлены будут не надо не и более четырех более трех лучше дерево сорт дерево сорт но как говорил все равно вернен и все руки чешутся то есть растет нормальное дерево а вам надо куда-то веточку приткнуть вы приткните я человек позавчера первое 10 приор персика сделал подхожу к дереву тысячу но тут тоже надо сумму надо как-то вам объяснить берется как правило ветка 1 сотни 1 из пятидесяти даже одна из двадцати и снова в дом дереве она плодовая она толку от этой привыкли не будет 23 плода одна все старшая пока не сдохнет именно по этот привык вот надо привать на мышцы скелетные ветки но старые деревья толку не она молодая как я я буду фотографии пододелаю вот растет да я вот эту допустим привык персик но пятая часть дерева моя лада 5 но не но не 50 тогда что-то я от него получу а еще мало того если нормально пойдет и вот это угнетать буду и вот это угнетать буду не мешайте от тени делайте от солнца не заслоняйте я хочу персики абрикосов настолько что потом они гниют целыми этими сотнями килограмм так так что не надо гнаться за количество единственно что если нормальное дерево на 3 4 5 лет не можно добавить сорт который вы хотите испытать или мечтаете о нем но на мощность скелетную ветку а то как правило на эти самые да просто на плодовые ветки которые небольшие ткнут и ждут чудо только время теряет